Альметьевск Главные темы выпуска. Нормы ГТО в Альметьевске сдадут не только школьники. Спортивный экзамен предстоит муниципальным служащим и сотрудникам прокуратуры. Очки ГТО можно было повесить и гордиться, что ты являешься и здоровым, и спасмерным. Пожар в Урсале чуть не закончился трагедией. Из горящего дома его пожилую хозяйку спасли соседи. Меня бабушка спасла. Бабушка обгорела. Каким будет чемпионат Евро-2016? Почему юноши опасаются встречаться с девушками из физкультурного колледжа? И как найти кратчайший путь к сердцу мужчины? Ответы у веселых и находчивых. Дорогая, повтори. EA Sports. Сегодня в Альметьевске с участием заместителя премьер-министра Татарстана Василия Шехразиева прошло кустовое совещание по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». До начала совещания его участники ознакомились с организацией сдачи норм ГТО на базе 16-й школы. Они посетили профессиональный тир, бассейн, спортивные залы. Руководитель исполкома Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин отметил, что здесь созданы все необходимые условия для успешной сдачи физкультурно-спортивного комплекса. Также на совещании было объявлено, что все муниципальные служащие района, не имеющие ограничений по здоровью, примут участие в сдаче норм ГТО в конце мая. Также будет проведено тестирование по пяти видам нормативов ГТО среди сотрудников Альметьевской городской прокуратуры. Как в свое время, в период Советского Союза, и бронзовую, и серебряную, и золотую значки ГТО можно было повесить и гордиться, что ты являешься и здоровым, и спортсменом, и готов к труду и защите своей страны. А некоторые арметьевцы уже получили награды за успешную сдачу ГТО. Армейская служба их ждет только через полтора года, но уже сейчас они хотят знать, что их ждет в рядах вооруженных сил. Будущим солдатам обо всех тонкостях военной службы рассказали на празднике призывника. На встречу пригласили не только молодежь, но и ветеранов Великой Отечественной войны, родителей солдат-срочников. Встреча получилась торжественной и теплой. Первым на сцену пригласили Вадима Ашалова. Мужчину наградили медалью его покойного деда Ивана Степанова. Правнук на протяжении пяти лет искал хоть какую-то информацию о гибели своего прадеда. И ему это удалось. И вдруг у меня раз, я набираю своего деда просто в интернете, в Яндексе, и у меня выходит, что поисковики, поисковые отряды «Совесть», там под руководством Кисамова, Руслана, нашли медаль. Дипломами, кубками и денежными сертификатами наградили команды, которые показали лучшие результаты по сдаче норм ГТО. По словам самих студентов, нормы ГТО дают им представление о том, что ждет их в армии. Лучше всех их сдали студенты колледжа физической культуры. Второе место занял Институт муниципальной службы. На третьем месте оказались юноши из Альметьевского филиала, Института экономики, управления и права. Пойду в армию защищать Родину как-никак. Каждому уж человеку, каждому мужчине уж надо, уважающему свою Родину. Горячими аплодисментами зал приветствовал родителей солдат, сыновья которых проходят службу или недавно вернулись из армии. В числе награжденных семья Авдеевых. Супруги воспитали двоих сыновей. Старший пришел из армии год назад. Младший еще служит в десантных войсках. Родители с гордостью рассказывают о том, что их сын Александр 9 мая примет участие в параде, который пройдет на Красной площади в Москве. Поддержать молодое поколение пришли и ветераны Великой Отечественной войны. Они напутствовали будущих воинов. Пожелали новобранцам служить честно, добросовестно и почаще писать и звонить своим родителям. Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ. Комсомол возвращается, но с другим названием и идеями. Так считают альметьевцы, которые когда-то сами были комсомольцами. В Альметьевском районе открылась общественная молодежная палата и сегодня прошло ее второе заседание. Какие вопросы были на повестке и как их решить? В материале Ольги Степановой. Альметьевцы, чья молодость была связана с комсомолом, отмечают, что старые добрые советские традиции возвращаются. Правда, с другим названием – общественная молодежная палата и с новыми идеями, которые востребованы среди современной молодежи. Раньше был такой комсомол. Вот сейчас эта традиция возобновляется. И нам очень приятно, что именно в нашем городе эта традиция возобновляется. Сегодня проходит второе заседание палаты. На повестке дня пять вопросов. Живой интерес вызвали два из них. Тем более в преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Например, как продвигается работа у поисковых отрядов Нефтеграда. Сейчас в них состоит 200 человек. Еще 300 хотят вступить. На сегодняшний день переведены в электронный вариант книги призванных. Извещения о погибших и пропавших без вести в годы войны. Это более 9 тысяч имен и фамилий. Вся работа ведется в тесном взаимодействии с Советом ветеранов и военкоматом. Работающие молодежи необходимо выйти за рамки предприятий и офисов. О ее творческой, волонтерской, трудовой жизни, проблемах, для решения которых нужна помощь администрации, должны услышать коллеги из других организаций и власть города. Это второй вопрос, заинтересовавший членов палаты. Заявали первое общекомандное место в республиканском комплексе профессионального мастерства. Зайли третье место в республиканском фестивале творчества работающей молодежи «Наше время» Безназаман, который лично планирует президент Тарстана Руслан Мениканов. Третий год подряд мы организовываем республиканский туристический фестиваль «Легенды лета», посвященный памяти герою Великой Отечественной войны Александра Герасовича Патурина. Не остались без внимания и студенты. Председатель городского студенческого совета впервые пришел на заседание палаты, и у него уже есть идеи и проблемы, которые требуют скорейшего решения. Он уверен, совместными усилиями все разрешится. Проблемы есть очень различные. Будем решать с помощью различных проектов. Будем работать совместно с региональной молодежной организацией «Лигой студентов Республики Тарстан», совместно с Управлением по делам детей и молодежи и также совместно с Молодежной общественной палатой города Альмитиска. Насколько плодотворной будет работа общественной молодежной палаты, покажет время. И, возможно, в ближайшем будущем она станет движением, которое объединит тысячи молодых людей. Ольга Степанова, Илька Махмедзянов, Альмитиск ТВ. Вспыхнул, как спичка. В Урсале загорелся деревянный дом. Хозяйку, 87-летнюю бабушку, спасли соседи. Она была срочно госпитализирована в больницу. Все подробности с места происшествия у нашего корреспондента. Первыми тревогу забили соседи. Горел деревянный дом, в котором живет 87-летняя бабушка. Но самой бабы Нины не было видно ни во дворе, ни на улице. Соседи спешно вызвали на место пожарных и скорую помощь. Мы строили дом свой, делали. И стало возгорать пламя, дым, просто дым. И тут сразу 112 вызвал я. Пока ждали пожарные расчеты, сосед Радик, рискуя жизнью, бросился в огонь. Из горящего дома мужчина вынес бабу Нину. Бабушка была в сознании, но получила серьезные ожоги. Меня бабушка спасла. Бабушка обгорела. Ну, состояние бабушки по приблизительным показаниям врачей, ну, где-то ожогов 25 спины, бедер. Состояние удовлетворительное. Увезли в медсанчасть в городе Альмитиск. Позже на место приехали родственники. Дочь рассказала, что бабушка всегда аккуратно обращалась с огнем. Даже несмотря на свой возраст, была в здравом уме, не страдала забывчивостью и мечтала встретить День Победы на параде. Соседка, сосед на против, спасибо им большое. Если бы не он, она бы сгорела полностью. Она участник Великой Отечественной войны или труженик тыла? Труженик тыла. Работники газовой службы обесточили дом. Версию, что причиной пожара могло стать неисправное газовое оборудование, отмели сразу. Пожарные выдвинули свою пока предварительную версию. Предварительная началась со стороны кухни, предполагаем, короткое замыкание. На тушение пожара были задействованы 15 сотрудников пожарных частей номер 15 и 65, а также 6 единиц различной техники. За 15 минут с огнем удалось справиться, а за жизнь бабы Нины сейчас борются врачи. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. К другой теме. 17-я школа попала в программу «Доступная среда». На оборудование здания элементами доступной среды будет выделено около 1 миллиона рублей. Эта информация пока предварительная, официальные объемы на сегодняшний день не утверждены. Также сообщается, что в 2015 году в Альметьевске продолжится федеральная программа по адаптации пешеходных переходов. Это значит, что в нашем городе будут устанавливаться звуковые светофоры. Они позволят свободно передвигаться по городу инвалидам по зрению. В Альметьевске оборудуют 22 пешеходных перехода. Жители Альметьевска и гости города смогли увидеть уникальные музейные экспонаты. Все они – дисковый магазин к пистолету пулемета ППШ-41, пистолет Вальтер модели ППК, химический карандаш, тюбики от зубной пасты времен Великой Отечественной войны, германская ложка-вилка, разные модели касок, как немецких, так и советских, были найдены при раскопках. Выставка работала только один день в холле Драматического театра. В прошлом году, в октябре месяце, курсанты, поисковый отряд нашего института ездили в Смоленскую область, в горы Кельна, где они участвовали в перезахоронении солдат войны погибших в 1941-1942 годах. Кстати, именно там воевали две дивизии, которые были сформированы в Татарстане, в городе Бугульме и в Высокогорском районе. В этот же день на сцене Драматического театра курсанты и сотрудники Казанского юридического института МВД России дали большой концерт. Посвятили его 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт был в два отделения. В первом представлены военные номера, зрителей порадовали такими известными песнями, как «Пропавшим без вести» или «Тучи в голубом». Во втором исполнены современные лирические композиции. Также этот концерт увидят жители набережных Челнов и Нижнекамска. Женщины, изменившие мир. Какое место они занимают в современном обществе? Этот вопрос стал главной темой круглого стола, который прошел сегодня в детском саду номер 27. Как ответили на вопрос представители прекрасного пола, узнала наша съемочная группа. Постановка из драмы Фаата Садриева «Девушки нашей деревни» стал ярким рассказом о женщинах, на плечи которых легла вся тяжесть военных лет. Воспитатели детского сада смогли передать зрителям ту атмосферу, те эмоции и чувства, которые испытывали женщины в те времена. 70 лет спустя после победы мнения женщины разошлись. Одни считают, что их главная и достойная роль – роль любящей жены и заботливой матери, а другие наоборот – видят себя в бизнесе, в науке, в политике. Идея круглого стола, на котором центральной темой стала роль женщины в обществе, заинтересовала многих заведующих детскими садами – воспитателей, журналистов, представителей религиозных общественных организаций. Задача педагогов дошкольного образования на сегодняшний день состоит в том, чтобы повысить семейные ценности, помогать молодым семьям в воспитании детей, а также помогать семьям в приобщении детей к народным традициям, к народной культуре и, конечно же, сохранению и укреплению родного языка. Женщинам во время войны было нелегко выполнять всю мужскую работу и растить детей. И как они при этом сохранили свою красоту и привлекательность? Этот вопрос тоже прозвучал во время круглого стола. Ответ на него можно найти в духовной литературе, считает руководитель женского отдела Альметьевского Мухтасибата Найлязи Аддинова. Смогли ли мы сохранить эту красоту в женщине? Ведь, знаете, красоту мы можем сохранить только с помощью религии. Женщины – активная часть населения. А для того, чтобы поддержать семью, что она делает? Женщины – и министры, и политики, и педагоги. Они почти всю энергию оставляют на работе. А как они после работы ведут себя дома – вопрос остается открытым. Сила женщины в ее слабости и женственности. Эти качества нужно воспитывать с детства. А мальчиков учить быть настоящими мужчинами. К такому выводу пришли участники круглого стола. Об отношениях мужчины и женщины говорили немалые участники студенческой лиги клуба веселых и находчивых. Финальная игра прошла в Альметьевске на днях. Этот финал необычный. На празднике смеха и веселья нашлось место и легкой грусти. Все потому, что этот выход для некоторых КВНщиков стал последним в составе коллег по сцене, которые за долгие годы встали как одна большая семья. Они убеждены, в жизни много смешного. И то, как иногда складываются отношения юноши и девушки. И то, как живут студенты, как проводят свободное время и чем интересуются. В финал студенческой лиги КВН прошли четыре команды физкультурного и музыкального колледжей Альметьевского филиала КАИ и гости из набережных Челнов – тех нас. У каждой команды своя фишка, что отличает ее от других. К примеру, студенты-физкультурники знают, как никто другой, что опасно бежать девушку из их колледжа. Ребята из команды «Метро» поделились секретом, как быстрее найти путь к сердцу мужчины. Наверное, многие парни мечтают услышать от девушек именно эту фразу. Дорогая, повтори. E-A-Sports. А эту команду несложно узнать без представления. Команда – два такта до репризы музыкального колледжа. В своей игре они делают ставку на главное отличие участников команды – музыкальный талант. И шутят соответствующе. Итак, у нас последняя позиция. Слушай. Я знаю, я знаю. Эту песню исполняет Анаш. Песню «Wonday»? Нет уж, неправильно, дорогая моя. Это песня про того, которой не хватает двери. Мы музыканты, да. Мы будем сами исполнять и играть на инструментах. А другие команды, они же просто музыку ставят и поют. У нас есть такое своеобразие. Из простых вещей складывается жизнь. В шуточных миниатюрах многие узнавали себя. Или друзей и близких, или соседей по лестничной клетке. А, наверное, в каждом дворе есть такой мужик, который помогает парковаться. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так все, сынок, мне это надоело. Ты наказан и сидишь дома. Росливет воду, пацаны, свободу. Что? Ты мне совсем в последнее время не нравишься. Если я тебе не нравлюсь, ты смелись, я не справлюсь. Да ты где таких слов понабрался? Ты ведь только в восьмом классе учишься. Я иду в девятый класс. Для команды «Метро» КАИ – это заключительная игра студенческой лиги. Потому к выступлениям готовились особенно старательно. И даже поделились планами на ближайшее будущее. Ну, это маленькая жизнь. Для меня это способ выразить себя. Показать всем свои эмоции. Хороший путь развития каких-то навыков. В результате третье место досталось команде физкультурного колледжа. Второе разделили технаст и метро. Первое место завоевала команда два такта до репризы музыкального колледжа. Сезон удался. В этом мнении сошлись все любители вечно молодой игры. А еще в очередной раз убедились. КВН в Альметьевске может удивлять и новыми шутками, и новыми персонажами. 1 мая открывается летний сезон в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана. Творческое объединение «Академия праздника» и телекомпания «Альметьевск ТВ» при поддержке НГДУ «Альметьевнефть» и благотворительного фонда «Парк культуры и отдыха» проводят конкурсы украшенных зонтов «Парк моей мечты», украшенных транспортных средств «Транспорт будущего», костюмов «Лучший сказочный костюм», а также конкурс «Чтецов». Тема стихотворений «70-летие Победы», «Год парков и скверов», «Год литературы». По вопросам участия обращайтесь в Академию праздника по адресу город Альметьевск, улица Мусы Джалиля, 29, телефон 457789. Приходите, будет весело, начало в 11 часов. Генеральный спонсор – лечебно-диагностический центр «Биомет». Официальные спонсоры – автосалон «Акос» и новая стоматология. И это все новости на сегодня. Эфир канала продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Пятница Альметьевск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова